Всем привет! Находусь сейчас в парке Гагарина Время 8 утра Решил снять один из самых резонансных скандалов с парком Ну и вообще в Самаре в последнее время А это именно вот как здесь в паспорте объекта написано что по увеличению именно асфальтового покрытия для картинга в Самаре То есть в чем суть скандала в том что деревья по сути закатывают в асфальт Вот мы можем это хорошо видеть на примере вот этого стоящего дуба и вот вы видите насколько плотно подобрался к асфальту Уже здесь я знаю были и чиновники из администрации района но очень интересно они кстати говоря здесь встречу устроили то есть они пришли сюда никого не оповестили о случайных прохожих которые здесь гуляли они собрали в парке и отчитались мол что они так провели встречу и все активистов которые защищают парки защищают вот эти вот прекрасные зеленые деревья они не пригласили да и на данный момент что я могу сказать пока действительно строительство остановлено остановлено но вопрос надолго ли это или все таки все деревья закатают в асфальт и не только в парке Гагарина но и в других парках также еще на проспекте ну в общем там где 22 портсъезд там делают дорогу я забыл улицу ну в общем там срубили все деревья а блин на улице Победа конечно там срубили все деревья короче и так расширяют тротуар ну вот Лапушкина даже глава администрации Самары вынуждена вмешаться после этого вроде как они решили что они оставят вот так вот деревья в более-менее ну виде ну тут тоже вот вы можете видеть что ну кроном это все таки мало это все таки они оставили чуть-чуть но мало на данный момент как бы территория где воздвигает хочет воздвигать картинг находится вот таком вот отцеплении из сетки рабица ну не бог есть какое отцепление конечно же но для экологии это возможно и вредит действительно но все таки хорошо это видно вот как деревья укатывают в асфальт все таки с той стороны да вот мы сейчас вот еще здесь в принципе в принципе картинг был всегда в этом парке но районная администрация или там муниципальное предприятие парки Самары только в 2020 году хочет в асфальт закатать деревья а то и вовсе их спилить ну вот мы видим вот сейчас как хорошо что подобрался асфальт прям кроном деревьев прям вот на примере я не знаю что это дуб дуб ива вот мы видим да вот асфальт а вот тут уже дерево да а куда деваться кроном деревьев под землей непонятно они будут прорастать естественно естественно либо асфальт как бы взбивать изнутри либо их просто все вырубают что скорее всего там дальше тоже он вырубили деревья чтобы парковку сделать короче полное безобразие мы видим вон еще посмотрите просто решили какой-то бумагой или что там картоном обмотать деревья все естественно нагажено да пока что я из-за этого скандала строительные работы в парке приостановлены но надолго ли никто не знает еще раз скажу что картинг здесь ну был столько сколько я себя помню единственное что только в этом году додумались в деревья в асфальт закатывать такая херня происходит тут какая-то ленточка тут обмотана вот на этом месте будет как картодром тут будет гонять да чтобы вы еще понимали вот так должна выглядеть дорога то есть она должна не мешать деревьям а там все-таки закатили в асфальт вот вот примерно столько на мой взгляд я конечно не эксперт в этом во всем но вот нас примерно на таком расстоянии должен быть асфальт как бы от непосредственно ствола дерева а на будущем картодроме это прямо вплотную примыкает и так что и и и и да еще обратите внимание я не знаю может это как раз таки хорошо может быть и плохо деревьев не только жмут как бы асфальтом со всех сторон окружает асфальтом со всех сторон но и еще обматывает какой-то непонятной бумаги непонятно зачем может быть это есть хорошо я не знаю просто но такой вот как картодром тут вот получается вот еще бумага обмотанные не знаю может так наоборот деревья защищают но мне кажется навряд ли да и кстати говоря асфальт еще не все деревья окружил так сказать вот эти вот белоствольные красавец еще пока что до них асфальт не добрался вот он где но совсем скоро возможно ситуация изменится и всех их закатают в асфальт бедненьких так вот а тут вот асфальт и вот тут буквально один шаг и уже дерево уже закатывают в асфальт все интересно кстати нам еще раз взглянуть на паспорт объекта значит заказчик шокер картинг клуб некто бизнесмен шипилов вв именно вот ему принадлежит инициатива закатать парк гагарина в асфальт так новый когда же они хотят сдавать а кем подписано геодезистом неком новиковым запомните эти имена фамилии возможно будут разбирательство дальше и мы их еще услышим но пока что такой вот проект висит пап это правильно называть паспорт паспорт того беспредела который сейчас творится в самаре а именно что закатывают деревья в асфальт кстати я люблю именно вот парк гагарина счет парк победа здесь регулярно бываю конечно я тоже возмущает это вся ситуация сейчас просто народа меньше может быть работа не остановлена может быть просто я сейчас вышел очень рано утром примерно 8 утра и часов в десять в одиннадцать здесь работы продолжим продолжатся конечно и будут бульдозеры ронять деревья со всех сторон что называется надеюсь что этого не случится вот вот Недолго шуметь осталось этим красавицам Спилят все почистую Ну пока выглядит вот территория будущего картодрома как-то вот так вот И еще обратите внимание, то есть раньше картодром был вон там, чуть поближе к выходу Но естественно, чтобы как бы экосистему парка не загаживать, не загрязнять Он был там, около перекрестка Старого Загора и Советской Армии Но ныне, конечно, его хотят построить в глубине парка В глубине парка, чтобы специально загаживать территорию Не, конечно, не чтобы загаживать территорию, это я так сказал У бизнесмена, конечно, своя логика, чтобы побольше бабла срубить Потому что люди все хотят в центр парка идти, гулять и так далее Но деревья-то, деревьям-то от этого не очень Прям под корень подбираются Подбираются прям под корень Уже и Лап, ну, конечно, Лапушкина просто для фикции накричала На самом деле, конечно, я понимаю, что все спилят Что, что надо построить Всех там пересадят особо буйных, тюряги Такая вот Самара при Азарове нынче Не пилят еще, конечно, это я уже загнул Но, в принципе, вполне себе вероятен сценарий именно распила И дальнейшего, как говорят администрации Расширения сферы культуры и отдыха То есть закатывание парка в асфальт Для извлечения еще большего бабла, чем сейчас Там от картодрома, от автодрома И еще от прочих развлечений Из-за которых страдает экология Как губернии, так и Самары Я думаю, что больше здесь нечего смотреть Ну и все прекрасно видим Вопиющее безобразие пары В полном попутительстве администрации Даже вот на этом кадре хорошо видно Чуть-чуть полоса, полоса земли Буквально горстка осталась Всем спасибо за внимание, всем пока Я уже стал вроде как направляться к выходу Тут еще обнаружил долину, так сказать, спиленных деревьев Не знаю, может быть они, конечно, там все засохли На мой взгляд, специальная администрация парка Или кто-то выше специально их пилит Чтобы вот эту вот площадку заделать под свои нужды То ли под новый аттракцион То ли под еще что-то Вот вы посмотрите Буквально спиленные деревья Через 2-3 метра Вон там это хорошо заметно Вот здесь вот Вот тут они оставили лужайку Мы еще потом удивляемся Почему воздух в Самаре-то стал плохим Деревья пилят и все пилят беспощадно Буквально через метр, через два Причем тут сейчас есть одна хитрость администрации парка Сейчас вы пока полюбуйтесь на спиленные деревья, дубы Буквально да, буквально через метр Раз, два, три Проходишь все И еще одно дерево Нет, пенек Особенно за такие большие деревья Которым по сотне лет Полное безобразие творится в парке Гагайна Я не уверен, что в других парках ситуация лучше А что я вам еще хотел показать Причем обратите внимание Вот Стоят Стоят ограждения Ограждения То есть вот люди такие вот здесь вот Они вот идут по вот этой дороге Я сейчас не по дороге иду Не важно Они такие идут, идут И смотрят вот на это вот самое заграждение Ну, думают там Где-то работы проводят И т.д. Связанное с профилактикой коронавируса Нет Это вот администрация Специально сделала вот такие вот заграждения Чтобы люди, когда вот здесь вот по этой дороге прогуливались Не увидели как раз вот эти вот Спиленные деревья Ну, то есть пеньки Вот видите, обратите внимание Дерево, дерево А вот за ним вон, вон пенек Вон пенек Ну и так чисто для вида Чисто чтобы понтоваться Они оставили один дуб Долгожитель 300 лет Но скорее всего его тоже когда-нибудь того Распилят Да, вот прям идешь, идешь И вот если Налево посмотреть Буквально долина пеньков Вот долина пеньков Ладно, хоть что В асфальт все не закатали Вот так вот И вот здесь вот